Привет и добро пожаловать ко мне на канал. Мой канал посвящен синтезаторам, электронной музыке и моему творчеству. Если вам такое интересно, обязательно подпишитесь. А в сегодняшнем видео я расскажу вам про наушники. В последнее время я стал очень много работать в наушниках, в силу того, что у меня отсутствуют нормальные мониторы. Ну, потому что раньше я всегда работал с мониторами, где-то 90% я слушал музыку на мониторах и 10% я слушал их на наушниках. У меня были наушники 770 и BR-динамик. Они служили мне больше 5 или 6 лет, наверное, даже. И когда мне нужно было послушать панораму или, например, суббас, я одевал их и проверял там какие-то моменты. Также я в них работал, когда необходимо было соблюдать какую-то тишину, например. Ну, или полностью изолироваться. Но в данный период времени я стал работать в наушниках больше. Наверное, процентов 70 я теперь работаю в наушниках. И после длительного использования этих наушников я понимаю, что бас очень сильно давит на голову. Начинает голова болеть. Ну, суть в том, что я не сведением занимаюсь, а, скорее всего, написанием и сведением в процессе написания, то синтезаторы иногда звучат очень низко. И если ты слушаешь это долго, действительно, голова начинает болеть. Мне нужно было каким-то образом решать эту задачу. Также свои наушники BR-динамик я планировал поменять на наушники IAI, скорее всего. Мне нравилось, как они выглядят. Они похожи очень на Sennheiser DJ-ские. И я хотел, чтобы у меня были красивые наушники. Тем более, я использую их редко и записываю с ними видео. Поэтому, думаю, разменяюсь, как будет момент. Ну, а в данный момент ситуация с наушниками стала острая. И я решил пройти путь поиска себе новых наушников, выбора этих наушников. И я вам сегодня расскажу о своем пути. Возможно, вам будет интересно, а даже, наверное, и полезно кому-то. Поскольку мой новый компьютер поддерживает любые наушники, то есть любую омность наушников, то я хотел взять попробовать наушники с низким сопротивлением, то есть омность у них будет выше. На моих 770-х был 80 ом, я хотел попробовать 250. И мое разочарование пришло тогда, когда я узнал, что у наушников IAI всего там 32 ома. Это меньше, чем у моих BR-динамиков 770, а также меньше, чем у моих наушников Sennheiser DJ-ских. Я понимал, окей, с IAI мне не по пути, и мне нужно выбрать какие-то студийные наушники, которые помимо того, что будут просто играть громко, давали бы мне какую-то дополнительную информацию, чтобы я мог музыку сочинять, контролировать ее, что ли, потому что мониторов теперь нету, и хочется вложиться в наушники. Насколько вы знаете, купить наушники гораздо дешевле качественные, чем купить качественные мониторы и подготовить акустику помещения. Поэтому я решил всерьез об этом позаботиться. Сначала меня бросило в сторону, что я хотел взять 990, это такие же, как 770, только у них открытая конструкция, и басы в них ниже. Ну, понятно, что АЧХ, скорее всего, там разные. Действительно, они, по-моему, разные, да. Я думаю, надо послушать 990, и, может быть, они проблему с басом решат. Но они создадут новую проблему. Люди, которые вокруг меня, если это будет поздний вечер, им будет мешать музыка, поэтому мне все-таки хотелось остаться в рамках закрытых наушников. Ну, на крайний случай, если я ничего не найду подходящего, придется купить открытые. Но главное, чтобы бас не так сильно давил. Также я думал, что, может быть, мне нужно поменять просто амбишуру, потому что мои амбишуры уже старые. От амбишуры очень много зависит, на самом деле. И мне казалось, что если я поменяю, возможно, бас будет не так много, и наушники будут играть лучше. Мне не очень нравится футуризм наушников Sennheiser студийных, а также наушники аудиотехника. Я когда держу их в руках, мне кажется, что это какие-то лишние куски пластика, которые друг с другом как-то трутся друг об другу. Мне кажется, такие наушники начинают со временем расшатываться и выглядят громоздко. Дизайн мне их тоже не очень нравится. Поэтому я решил смотреть в сторону, скорее всего, наушников BRDynamic. Тем более, что у них есть какие-то новые модели, о которых я раньше и не знал, в принципе. Если про 1770 я еще хоть что-то слышал, что это какие-то новые наушники для студийного мониторинга, были выпущены компанией BRDynamic несколько лет назад, 5 или 6 назад, то, например, 700-ые, X-Pro и 900-ые, я вообще таких не знал, потому что им всего год. Ну, понятное дело, что я просто не интересовался. И мне повезло найти магазин неподалеку от меня, где были все эти наушники в наличии. То есть, там были 990 и 250 Ом. Мне было интересно послушать, именно раскачать ли мой компьютер 250 Ом. Вот эти вот новые 700-ые, X-Pro, которые вышли год назад. И 1770 и 1990, открытые такие же, тоже были в наличии. К моему счастью, продавец разрешил мне послушать все эти наушники. Но я не сильно подготовился и не подготовил каких-то референсных треков. Я решил открыть на YouTube свой какой-то джем, потому что я знаю, как он звучит. То есть, это мой трек, я понимаю, как он звучит. И я решил взять его в качестве основы. Также я взял свои наушники для сравнения. И я решил начать с них. Я послушал сначала на них, потом одеваю 990-ые. И что же я слышу? 990-ые звучат гораздо громче, чем мои 770-ые. Хотя они были на 250 Ом. Это навело меня на такую мысль, что мои 770-ые просто уже уставшие наушники. Им уже больше 5 лет, а может быть даже 7. И динамики, скорее всего, просто износились. Я не знаю, возможно это или нет, но они звучали реально тише. И как-то хуже, что ли. Ну, не знаю, может быть, просто ощущение такое сложилось от того, что они звучали тише. И вариант с заменой амбишур на моих наушниках просто отпал. Мне захотелось купить новые наушники. Пусть это даже будет 770-ые, но новые. Дальше я начал слушать 700-ую модель, 700X Pro. Честно сказать, что я даже и не думал, что это какая-то студийная версия, улучшенная 770-ых. Она такой является. Позже я уже об этом прочитал. Мне казалось, может быть, какие-то бытовые, ну и, наверное, не эталонные. Потому что 770-ые считаются классикой, да, для студийной работы. Хоть у них и задраны верха. Так вот, в 700-ых верха эти не так сильно задраны, а середина приподнята. Мне казалось, она ярче и острее. Также мне очень понравилось, как там звучит бас. Он звучит очень собрано и тише. То есть, а чеха, скорее всего, на басу не так задраны, как на моих 770-ых. И это решало мою задачу. Мне очень понравился драйв и энергетика этих наушников. Мне показалось, что вот они прямо сейчас себя продали для меня. Звук мне их очень понравился. Следующие наушники, которые я подключил, были 1770. Я слышал про них, то, что они очень здорово раскрывают музыку. То, что в них звук картинально другой. Что это абсолютно новый уровень прослушивания музыки. Мне было действительно интересно их послушать. Когда я подключил их, я сразу услышал то, что середина в них полностью провалена. Верха задраны, а баса еще больше, чем в моих 770-ых. Их АЧХ мне абсолютно не понравилось. И какого-то сверхъестественного звучания я также в них не услышал. Я подумал, фух, как здорово, что эти дорогие наушники мне не очень сильно понравились. И я не буду тратить слишком много денег на них. И пошел домой читать больше информации про 700-ые. Потому что мне они реально понравились. И я подумал, что да, вот эти наушники мне нужно купить. С этой мыслью я прожил, наверное, целый день. Следующий день я также с этой мыслью жил. Но решил почитать какую-то информацию вообще про студийные наушники. И про то, как люди могут сводить в наушниках. И тут я открыл целую пачку полезной информации. Как это можно делать, какие для этого нужны наушники. И что лучше предпринять для того, чтобы было комфортно работать. Во-первых, я прочитал очень много комментариев по отношению к наушникам 1770 и 1990. Эти наушники очень похожи на 990 и 770-ые внешне. Но внутри в них установлен новый динамик. Какая-то технология Tesla 2.0, так они ее называют. Но суть не в этом. Суть в том, что комментариев было очень много. Люди хвалили их и говорили, что за эти деньги просто нереально крутой звук. Тут я подумал, что со мной что-то не так, наверное, потому что я ничего в них не услышал. Услышал только то, что у них не очень комфортная АЧХ, что они сильно давят по басам и по верхам. И начал дальше разбираться. Может быть, я неправильно воспринимаю студийные наушники. Оказывается, для того, чтобы сводить в наушниках, необходимо эту АЧХ выровнять. И тут и кроется весь секрет, что мониторные наушники такого уровня, они должны представлять очень крутую панораму. Они должны быть аналитическими, и ты мог видеть, как на ладони, все инструменты, которые будут в пространстве перед тобой раскладываться. Тогда у меня вопрос, почему же в таких наушниках не такой сбалансированный АЧХ? Я подумал, окей, надо взять какой-то референсный трек, наверное, и еще раз их послушать, дать им шанс. И если вдруг они мне опять не понравятся, то все, возьму 700 и как бы и дело с концом. Также я наткнулся на наушники Odyssey. Это такие магнитопланарные наушники, которые являются открытыми изначально, потому что эта технология хорошо работает с открытыми. Но позже они появились, конечно, и закрыты, но именно вся фишка этих наушников здорово встряхнула мир саунд-продюсеров именно вот этой вот открытой моделью. Во-первых, мне их негде было послушать, во-вторых, стоят они очень дорого. Ну, а в-третьих, открытые все-таки, наверное, не то, что я ищу. Я бы хотел закрытые все-таки наушники себе. Хотя я присматривал 990-е, как компромисс, конечно же. Начитавшись всего этого, я понял, что АЧХ для наушников не так важна, потому что его можно исправить программным путем. Есть специальные приложения, которые выравнивают АЧХ. Но гораздо важнее артикуляция, баланс, то, что инструменты раскладываются по полочкам, когда вы слушаете их. И все это я нашел в 1770, когда послушал их еще раз. Я взял с собой нормальный референсный трек, и я услышал то, что суббас от баса отделяется. Такого я никогда не слышал. Обычно я слышал то, что бочка от баса отделяется, но чтобы два баса, которые заранее были художественным приемом, применены в треке, такого я не слышал. То есть в обычных наушниках это звучит совместно, а в этих наушниках они прямо отделяются. Короче, я купил себе 1770 закрытые наушники с неидеальным АЧХ, но с реально крутым панорамным видом на музыку. И вчерашний весь вечер я провел, переслушивая свою старую музыку, которую играл. Это очень забавный опыт, потому что раньше я при прослушивании этих треков этого не слышал. Также я установил программу, скорректировал АЧХ, услышал, насколько они сильно отличаются от идеальной прямой, и теперь я знаю, как с ней бороться в случае, если оно мне понадобится. Также эти наушники имеют два вида амбишур. Сейчас я одел сюда кожаные, но до этого были такие велюровые, и они также корректируют АЧХ в соответствии с этими амбишурами. Мне предстоит еще время для того, чтобы понять, какие амбишуры мне больше подойдут. Внешне и по удобству мне нравятся, конечно, кожаные, но вроде велюровые, имеют меньше баса, и как раз-таки в них уже АЧХ более ровнее, чем в кожаных. Также в комплекте два вида провода, витой и прямой. Я сейчас одел витой, но на самом деле я вспомнил, почему я ненавижу витые провода, потому что они реально тянут вниз одно ухо, и это не очень удобно, особенно на легких наушниках. Что касается веса этих наушников, то они чуть тяжелее, чем 770. Материалы тут другие, покачественнее, выглядят они подороже, но конструкция выглядит такой же неубиваемой, как и те наушники, которые служили мне 5 или 7 лет. Я уж, честно говоря, не помню даже. 250 Ом мне будет хватать для того, чтобы прокачать этот звук с помощью DigiTact. Black Box от N10 Music также работает хорошо с 250 Омами, раскачивает их. И мой новый компьютер, понятное дело, в нем встроенная автоматическая коррекция сопротивления, тоже очень хорошо работает. Но на всякий случай, если у вас есть какой-то опыт в этом, напишите, мне будет очень интересно понять, есть ли смысл как-то улучшить звук. И так, какой же вывод я хочу сделать? Изначальную проблему с басом я не решил, потому что в этих наушниках также очень много баса. Но зато я раскрыл большой потенциал сведения в наушниках, и теперь понимаю, как работать с АЧХ, и, возможно, я теперь услышу что-то больше в музыке, и сделаю свою музыку шире по панораме, и буду понимать, как работать с инструментом в пространстве. То есть не только эквализация, но и панорама. Этот весь опыт научил меня тому, что всегда есть моменты, которые вами не были раскрыты. Оставайтесь любознателем и проявляйте интерес к новым продуктам, к новым технологиям. Я думаю, что в этот момент вы не остановитесь на полпути, и всегда найдете то, что вам подходит больше. Я надеюсь, что эти наушники в ближайшее время мне послужат, и я буду использовать их с удовольствием. Честно говоря, пока не знаю, что ожидать. Возможно, я буду и с корректировкой, и без корректировки их использовать. Может быть, мои уши просто привыкнут к этому АЧХ, и я смогу в них комфортно работать. По крайней мере, 770 это тоже не идеальная АЧХ, и 990 не идеальная АЧХ. Их тоже также есть смысл исправить. Но панорама такой, как в этих наушниках, там нет, конечно же. Они, конечно, очень большие, и давайте я покажу, как они выглядят на мне. Это, конечно, не очень стильные наушники с точки зрения дизайна эстетического, но с точки зрения функционального дизайна здесь, конечно, все супер. Но с Sennheiser HD25 они, конечно, не сравнятся. Нужно прекрасно понимать, что нужно расстояние от динамика до уха. Чем больше, тем лучше, потому что, когда динамик прижат, то объем, наверное, не такой в прослушивании. Поэтому конструктивная особенность этих наушников, она очень прекрасная. Ухо полностью утапливается в амбершуру, так же, как и в 770. Но вы наверняка знаете про эти наушники много. Для видео я, наверное, буду использовать все-таки свои Sennheiser, потому что 250 Ом, наверное, камера не раскачает. Когда я снимаю какие-то практики, наушники я вставляю прямо в камеру, чтобы слышать то, что происходит. Также иногда я использую микрофон Zoom H2n, там тоже выход на наушники есть. Он, наверное, тоже не раскачает эти наушники, но посмотрим. Пока еще не успел попробовать. Надеюсь, мое видео было вам интересным и полезным. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok